В понедельник в Чебоксарах пройдет заседание Совета округа, которое проведет полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич. Совещание посвящено реализации программ расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. О том, как работает эта программа в Чувашии, накануне совещания узнавала наша съемочная группа. С подробностями Дмитрий Ковалев. Покрашенные в светлые тона стены скрывают от глаз прохожих картины жилищно-коммунальной разрухи. Ремонт в этих бараках не проводился давно. Старые здания доживают свой век. Крыша прохудилась, обветшали коммуникации, сгнила проводка. Это не журналистские штампы. Специалисты признали дом аварийным. Снесут постройку в ближайшее время, а все его жильцы переселятся в новые квартиры. Об удобствах на улице и вечно протекающей кровли семье Олейниковых теперь остается только вспоминать. Недавно, простояв 4 года в очереди, они сыграли новоселье. Там очень было уже опасно жить. Дом развалился на глазах, трещины были по 10 сантиметров. И как бы уже это даже угроза жизни проживающим. Тем более у всех очень много, как бы маленькие дети есть. Там все продувало. Дом находился уже в критическом состоянии. Мы переехали в очень хорошие условия. Очень довольны всем квартирой, районом. Все познается в сравнении. Если сейчас вода льется из крана, то раньше за ней приходилось выходить на улицу. Наступление холодов семья теперь тоже не боится. Бараки зимой даже в квартире люди не снимали верхнюю одежду. Из-за трещин в стенах в комнатах гулял ветер. Вместе с семьей Олейниковых в эту новостройку переехали все жители аварийного дома. Люди, которые раньше проживали в старом бараке, о таких условиях могли только и мечтать. Неподалеку просторная парковка для машин, а главное детская площадка. За шесть лет в Чувашии из бараков новостройки переехало более пяти тысяч человек. В Яльчиках и Новочебоксарске аварийных домов не осталось вовсе. Но ветхого жилья в республике еще много. Сейчас в очередях стоят более 12 тысяч человек. Программу по их расселению власти региона планируют продлить еще на два года. На сегодняшний день еще порядка 82 аварийных жилых квартирных домов присутствуют на территории Чувашской республики. В связи с этим разработана программа с 2013 по 2015 год. Сейчас она корректируется с учетом до 2017 года, чтобы до 2017 года все эти проблемы снять в республике. Выполним. Здесь сомнений нет. В части того, что денежные средства предусмотрены как в федеральном бюджете, так и в республиканском бюджете. Властям муниципалитетов теперь дано право выбирать. Либо квартиры приобретаются в уже построенном доме, либо жилое здание строится по заказу администрации. Правда, в любом случае придется компенсировать разницу. Семье должны выделить бесплатно минимум 28 квадратных метров. Бюджет дотационный. Это определенные трудности составляет по нахождению средств на эту разницу. Но бюджеты закладывают в полном объеме, чтобы возместить эту разницу. Потому что по-другому быть не может. Мы должны представить именно по тем социальным нормам всем этим семьям эти квартиры. Причем благоустроенные. Необходимые средства уже заложены в бюджеты всех уровней. Только в этом году на реализацию программы будет направлено более 1 миллиарда рублей. На Васильев Чувашии должны сыграть полторы тысячи семей. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев и Евгений Анисимов. Республика.